Добои курантов остаются всего лишь два дня, а значит пришло самое время подводить итоги года. С вами Мария Бересневич, здравствуйте! И в канун праздника все самое интересное за 12 месяцев глазами наших корреспондентов. Все дети – наше или новое чудо для чад? Ой, и дети, и льет, не добавили, но и дот. Праздники маленькие белорусы принимают гостей и сами дарят подарки. Быстрее, выше, сильнее Заняли первое место В Бобруйске назвали лучших спортсменов, чьи имена вошли в топ-10 Юбилей достижений Пока страна прощается со старым, 2019-м Бобруйска «Громаш» и «Фандок» начинают отчет к 46-му и 91-му. Негласная культурная столица или талантами полнится Бобруйская земля Я уверен, что именно это начало вашего творчества Покажем, какими событиями запомнился уходящий год И что, наконец, ожидать от нового 2020-го, расскажем Уходящий 2019-й был богат на события, открытия и сенсации В городе перерезали красные ленты ультрасовременных медицинских кабинетов Вручали ключи от новеньких квартир многодетным семьям И создали все условия для достойного образования детей Именно в Бобруйске первый в области появился стэм-центр И этого момента в третьей гимназии ждали давно Ведь современный класс открывает школьникам мир технологий И стоит отметить, за полгода его существования уже есть впечатляющие результаты в робототехнике, программировании и 3D-моделировании Если говорить о медицине, то этот год также был насыщенным на события На базе центральной больницы и онкодиспансера открыли современные кабинеты Медтехника пополнилась аппаратами МРТ, маммографом и КТ А это не только дает больше возможностей для самих специалистов Но и главное, экономит каждую секунду, которая бесценна в экстренных ситуациях Когда речь идет о здоровье горожан Эти 365 дней также стали нелегкими для строителей Главной для них площадкой остается микрорайон номер 7 Большая часть новоселов – семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, сироты и многодетные Те, кто строится с господдержкой Однако самым топовым по-прежнему остается строительство двух социальных объектов Речь идет о дошкольном учреждении в 7-м микрорайоне и реконструкции детской больницы Если говорить о малышах, то детсад, который рассчитан на 240 мест, по плану распахнет свои двери в следующем году Также рассматривается вопрос по строительству еще двух таких учреждений В частности, на улице Днепровской флотилии Но самый обсуждаемый объект – детская больница – откроется тоже в новом 2020-м Забота и внимание даже больше, чем подарки, нужны в эти волшебные предновогодние дни И особенно тем, кто так искренне еще верит в чудеса, загадывает желание и надеется, что оно сбудется Речь о детях, и в Беларуси их не делят на своих и чужих Трогательный и самый добрый марафон «Наши дети» продолжается в стране Не первый год десятки тысяч неравнодушных белорусов поздравляют с наступающими праздниками Маленьких пациентов больниц, воспитанников спецучреждений и тех, кто по каким-либо причинам остался без родителей Главное, чтобы в Новый год ни один ребенок не чувствовал себя одиноким 47 воспитанников Бобруйского детского дома с нетерпением ждут новогоднее чудо Все ребята здесь по разным причинам лишились родительской опеки Большинство никогда и не видели маму и папу Они для них почти как сказочные герои И каждый год под бой курантов малыши загадывают одно и то же – найти семью Но пока ее нет, дети дарят свою любовь гостям приюта Когда приходят гости, для них это радостно, потому что забота, внимание, понимание и умение преподнести ту частичку тепла, которую преподносят детям Это главное – подарить вот это счастье, вот это чудо, вот эту сказку, которая приходит с Новым годом В 2019 праздничное настроение сиротам в рамках акции «Наши дети» подарили представители крупных предприятий, органов власти, правоохранители и военные Никто из них не пришел с пустыми руками Бытовая техника, игрушки, одежда, спортивный инвентарь, сладкие подарки и теплые пожелания от первых лиц страны Мы всегда к этим деткам проезжаем в преддверии Нового года и стараемся отдать частичку тепла Немножко, чтобы они ощутили себя какими-то заботливыми людьми, о которых заботятся, о которых проявляют заботу Пока одни малыши все еще ждут чуда, другие благодарят Бога за чуткие любящие сердца вчера еще чужих людей Только в доме семейного типа Варичевых маму и папу нашли 10 детей с разными судьбами Здесь подарки из рук Первомайской администрации в преддверии Нового года получили двое малышей Остальные уехали на оздоровление за границу Однако презенты их обязательно дождутся, обещает дружное семейство Всегда в преддверии Нового года мы стараемся посещать многодетные семьи Те дома, где действительно всегда царит тепло, где светло Где не только в преддверии Нового года царит вот это праздничное настроение Посещая такие семьи, всегда сам подпитываешься вот этой теплой, теплой душевной энергетикой Сама же история создания этого дома насчитывает почти 10 лет За это время через заботливые и нежные руки Галины Варичевой прошло 15 ребят Начиналось все в 90-х, когда супруги решили усыновить и удочерить троих малышей 21-летняя Мария одна из них Родители взяли ее из детского дома совсем крохой Девушка выросла и стала фельдшером, сейчас работает на скорой В адрес мамы от нее летят только самые искренние и теплые слова Это очень благородная профессия, потому что она спасает жизни деток Она спасла жизни мне, меня взяли в три месяца И я не знаю, кем была бы я, если бы меня не взяли в такую чудесную семью У меня самые лучшие родители, которых можно просто мечтать Я им безумно благодарна за все Я считаю, что мои родители самые лучшие И что они берут деток, это очень хорошо Да, необычная жизнь, конечно, очень ответственная Постоянно надо быть в тонусе, готовая ко всему Заметила, что сама уже в процессе этой жизни стала и учителем начальных классов Приходилось многое объяснять и познавать то, что сама в школе где-то пропустила В последние дни декабря без внимания не остается никто Праздник приходит ко всем И не мог он, конечно, обойти ребят, которые обучаются в Бобруйском центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Ведь благодарительный марафон «Наши дети» Это своего рода признание в любви Это время, когда взрослые не стесняются своих самых искренних чувств Нам, родителям, взрослым, всегда волнуется находиться на таких праздниках Потому что, глядя сегодня на этих наших прекрасных детей Мы прекрасно понимаем, как родители, как важно сегодня их внимание, участие И, конечно же, улыбки этих ребят Дед Мороз сейчас самый занятой человек А праздничная почта работает без перерывов и выходных Ведь под Новый год сбываются все желания Потому никто не должен остаться без внимания Особенно, когда речь идет о захворавших детишках Позитивные эмоции, как известно, положительно влияют на выздоровление малышей Тут на помощь и приходят сотрудники МЧС В костюме сказочного персонажа спасают хорошее настроение маленьких пациентов в больнице Кстати, в этом году Дед Мороз впервые зашел не через дверь, а в окно А вот в детскую больницу, которая расположилась в роддоме, прибыл настоящий новогодний экспресс Там смех малышей звучал особенно громко Ребята пели, водили хоровод, отгадывали загадки, читали стишки И, конечно же, помогали главному зимнему волшебнику победить злую бабу игу Для взрослых это тоже настоящая радость видеть, как маленькие сердца наполняются большой любовью Настолько все хорошо сделали, приятно, что в больнице все так красочно Как-то настроение подняли Очень интересно, мы попали первый раз перед Новым годом на больницу Очень приятно было Важно верить, и тогда желание обязательно исполнится Отправиться в новогоднюю сказку очень впечатляюще, особенно если тебе, например, 7 лет И, пожалуй, Новый год один из редких случаев, когда в настоящей сказке можно встретить даже мэра Бобруйска В этот раз на главной елке города с участием Александра Студнева веселились сотни ребят Это победители Олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей Все с абсолютной верой в чудо и самыми важными новогодними желаниями и пожеланиями Я желаю, чтобы у всех все было вообще прекрасно, чтобы все жили на позитиве Чтобы Новый год у всех прошел хорошо Хочу пожелать успехов всем, счастья, добра, чтобы хорошо провели этот Новый год Желаю счастья, здоровья, чтобы наш город был мирным, дружным, чтобы всегда все было у нас хорошо С боем курантов сказка не закончится Самый волшебный марафон в году продолжит заглядывать в гости каждому малышу Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360 Теперь вернемся к 19-му В этом году солидный юбилей отметили сразу несколько бобруйских промгигантов Одно из старейших предприятий «Фандок» отпраздновало 90-летие А Бобруйска-Громашу исполнилось вдвое меньше При этом продукция с лейблом «Мейтен Бобруйск» известна далеко за пределами Беларуси За 12 месяцев также открылись двери нового современного здания БТИ А «Красный пищевик» презентовал логистический центр О портфелях заказов и новых рынках сбыта расскажет Людмила Любимцева 29 июня на день города в Бобруйске распахнули свои двери сразу два новых объекта На Комсомольской 30 открылось современное здание БТИ Это порядка 3000 квадратных метров, комфортных кабинетов и залов ожидания На первом этаже прием граждан в порядке электронной очереди Второй и третий – архив и администрация филиала Всего на строительство нового объекта потратили больше 4 миллионов рублей «Я уверен, что этот объект будет приносить, в первую очередь, для работников радость, удовольствие для работы А для жителей города – прекрасный объект, который украсит наш прекрасный город С праздником вас!» А вот на строительство логистического центра на территории самой сладкой фабрики города «Красного пищевика», Которая длилась почти два года, ушло больше 8 миллионов рублей Центр площадью в 2300 квадратных метров и высотой почти в 7 этажей Может разместить продукцию в объемах 1600 тонн Причем не только собственного производства, но и коммунарки, Слодача и Спартака Отсюда готовая продукция отправляется в розничную сеть по различным регионам Беларуси и России Не исключен и импорт На сегодня это 95 стационарных магазинов плюс 10 передвижных магазинов Машины приобретены для того, чтобы доехать до самых дальних уголков нашей республики И люди, которые сегодня в силу разных обстоятельств не могут в торговом объекте купить нашу продукцию Чтобы имели возможность, пусть это раз в неделю, но приобрести свежую продукцию прямо с фабрики Современная социальная инфраструктура, вода и электроснабжение, качественные дороги – это те блага, которыми пользуется каждый человек И все это во многом благодаря налогам Их обязаны платить и граждане, и предприятия Бобруйск ежегодно вносит в областную казну сотни миллионов долларов Один из лидеров по платежам – Бобруйский Бровар Весь предыдущий год Бобруйский Бровар провел под знаком перемен Были разработаны уникальные рецептуры для каждого бренда Пересмотрены подходы пивоварения и внедрены международные стандарты Все это помогло не только укрепить свои позиции в республике, но и зарекомендовать себя с наилучшей стороны в странах Европы Что касательно рынков сбыта в Республике Беларусь, мы работаем со всеми крупными рентейлерами Представлены во всех сегментах рынка И наша логистика выстроена на всей территории Республики Беларусь Россия, Польша, Германия, Израиль, Молдова и страны Балтии Бобруйский продукт любят и знают далеко за пределами нашей страны Подтверждение тому доверия, которое Бровару выразили крупные мировые холдинги Продуктовый портфель предприятия пополняется и благодаря модернизации производства В ноябре одно из старейших деревообрабатывающих предприятий Фондок отметило 90-летие Прошлый год для открытого акционерного общества с финансовой точки зрения стал лучшим за последние 20 лет Причина тому – завершенная модернизация Сегодня продукция Фондока отправляется на экспорт в 36 стран мира Основа предприятия – производство фанеры, которое является визитной карточкой компании А также мебель, столярные плиты, пиломатериалы и ДСП Фанера в структуре экспорта занимает порядка 65-70% И является тем локомотивом, который держит на плаву сегодня наше предприятие В честь своего юбилея Бобруйское предприятие преподнесло себе и всему городу подарок – торгово-выставочный центр В нем представлена вся линейка мебели завода и, что самое главное, из экологически чистых материалов На первом этаже здания будут представлены предприятия, входящие в холдинг Это Гомель-Древ, Ельская мебельная фабрика, скорее всего, еще приедет Могилев-Древ Еще один промышленный юбилей этого года – Бобруйск-Агромаш отпраздновал 45-летие За эти годы промгигант испытал и взлеты, и падения Однако сегодня это одно из крупнейших предприятий машиностроительной отрасли города, области и страны Которые производят сельхозтехнику Это более 80 наименований агромашин и приспособлений для заготовки кормов Внесения твердых органических минеральных удобрений, прицепы, пресс-подборщики и многое другое За последние годы мы приобрели ряд станков с ЧПУ, это и обрабатывающие центры производства Тайвань И токарные станки, приобрели новые листогибы и турецкие, координатно-пробивной станок Значит, установили 8 установок плацменной резки Торговую марку завода хорошо знают в странах СНГ, Европы, Азии, Центральной и Южной Америки К слову, 19-й оказался для Бобруйска-Громаша прорывным, как на рынке внутри страны, так и за ее пределами Значительные объемы продукции были закуплены хозяйствами Минской, Могилевской и Гомельской областей А недавно Бобруйский промгигант и сербская агропромышленная компания заключили контракт на поставку сельхозтехники Для Сербии мы разработали новые виды продукции Это бочка для внесения жидких органических удобрений Она с меньшим объемом, трехкубовая Была разработана специально для Сербии Подписан контракт на полмиллиона евро Контракт на 2020 год К слову, генеральный директор Бобруйска-Громаша Надежда Лазаревич Стала лауреатом престижной премии руководителя года 2019 Элита национальной экономики Благодаря ее грамотному и профессиональному подходу Объемы производства на предприятии за этот год выросли в два раза А экспорт увеличился на 10% Подросла и заработная плата сотрудников Мы смогли добиться результата в части реализации техники Как на территории Республики Беларусь Мы увеличили объем реализации по Республике Беларусь в полтора раза Так и по экспорту в два раза То есть у нас на складе, в котором мы производим продукцию, ее почти нет Предприятия Бобруйска, которые вносят свой вклад в развитие экономики нашего города и страны Собираются не сбавлять набранные темпы, а идти только вперед Людмила Любимцева, Максим Галеонко, Владимир Гребневич, Андрей Богдан, Дмитрий Шевцов Бобруйск 360 Медали высшие пробы, самые престижные старты и мировые рекорды В Бобруйске назвали лучших спортсменов по итогам 2019-го В топ-10 вошли как многократные титулованные спортсмены, так и новые имена В целом же на спортивные события уходящего года мы смотрели как на захватывающее кино То ли документальное, то ли художественное Причем были представлены все жанры От комедии до трагедии и от драмы до фарса Победители в спорте чествуют на пьедестале почета На высшую ступень поднялись главные старты континента Вторые европейские игры Следующее место у футбольного клуба Белшина Замыкает тройку рекорд бобруйской легкоатлетки Нины Савиной Обо всем по порядку Максим Кембель 2019-й для бобруйских спортсменов был насыщенным на победы Вот и главный старт этого спортивного сезона Вторые европейские игры Стал успешным для нашей землячки Ирины Курочкиной Мастер спорта международного класса по борьбе Прошла много серьезных сборов На которых усиленно тренировалась Результатом чего стали высокие показатели и грандиозные достижения Золото главных игр континента Бронзе на чемпионате мира и лицензия на Олимпиаду 2020 в Токио Конечно я знала куда я еду Зачем я еду и старалась выложиться по максимуму По минимуму, по максимуму Делать полностью то, что от меня зависит Ну конечно выиграть не получилось Ну то есть Ну я рада, что у меня есть лицензия За это я и благодатна, и своему тренеру И людям, которые мне помогают на протяжении Одна я бы не справилась Конечно, не только борьбой может гордиться Бобруйск Нина Савина рекордсменка Минского полумарафона Где состязались более 40 тысяч участников из 59 стран мира Этот старт уже давно обрел статус международного Воспитанница Бобруйского училища Олимпийского резерва На дистанции 21 километр и 100 метров Установила сразу два рекорда Личный и рекорд трассы Преодолела маршрут за 1 час 11 минут и 24 секунды Обойдя представительниц африканского континента Которые во все времена считались лучшими на длинных дистанциях До этого я устанавливала тут же на этой трассе Но это было уже в далеком 16-м году Вот поэтому я очень счастлива и очень рада Я считаю, что трасса одна из самых сложнейших у нас в Минске Считается она, я думаю, она очень силовая Там очень много подъемов И к этой трассе просто так ее не возьмешь Но с чего все начинается? Конечно, с детского спорта Развитию которого в нашем городе уделяется огромное внимание В том числе и паралимпийскому движению Благо, ребятам есть на кого равняться Игорь Бокий – это живой пример, что все возможно, нужно только усердно работать Мне очень приятно участвовать в развитии плавания в Бобруйске Как бы с годами людей становится все больше, желающих Я рад поспособствовать этому, кому-то помочь чем-то Надо быть терпеливым, верить в себя, никогда не опускать руки И продолжать стремиться к своей мечте Уходящий 19-й мы запомним и благодаря клубу «Белшина» Который спустя три года возвращается в элиту белорусского футбола И наши спортсмены обещают пошуметь на просторах высшей линии Служить все неплохо все-таки выполнили задачу Заняли первое место Поэтому все рады, довольны, что первое место заняли Поэтому все довольны Болельщикам спасибо большое, потому что они очень нам помогали Болели и дома, и на выезде Они вообще молодцы, красавцы Показите кубок зрителям, показите, как он выглядит Бобруйск в ноябре принял и турнир четырех наций по хоккею По признанию игроков, тренеров и чиновников Провел его на самом высоком уровне Очень напрашивалось, что чемпионат мира Минский молодежный команд через месяц Провести подготовительный этап в Бобруйске И с точки зрения популяризации хоккея Да и вообще привлечение зрителей И привлечение внимания на периферии хоккею Итоги 2019-го подвели и спортивные функционеры На тайном голосовании была определена десятка лучших спортсменов уходящего года В их числе и наши герои Ирина Курочкина, Игорь Бокий и Нина Савина А также Алина Максимова, Надежда Макарченко, Грибцы Максим Петров и Виталий Осетский Самбист Андрей Казусенок Тяжелоатлетка Дарья Наумова и боксер Александр Родионов Который в топ-10 попал впервые Здесь только присутствует спортивный принцип Результат показан на официальных международных соревнованиях Это основной принцип для того, чтобы попасть в эту десятку В первую очередь это, конечно, чемпионаты мира и Европы среди взрослых Дальше идет молодежь, а дальше идет юниоры и кадеты Но в первую очередь это взрослые чемпионаты Мы рассказали вам про самые яркие моменты спортивной жизни Бобруйска В следующем году нас ждет еще больше стартов Наши легкоатлеты, борцы и грибцы выступят на Олимпийских играх в Токио А Бобруйская Белшина начнет писать новую историю своих выступлений в высшей лиге Надеемся на высокие результаты и желаем успехов нашим спортсменам От спорта к творчеству, венок дружбы, арт-жижель, фестиваль национальной драматургии и не только Эти форумы, которые традиционно проходят на Бобруйской земле Давно объединили творческий потенциал людей из разных стран мира Показали все многообразие национальной культуры и расширили географию гостей нашего города О самых ярких моментах смотрите сейчас Главным событием лета 2019 стал 15-й юбилейный фестиваль народного творчества «Венок дружбы» Грузия и Литва, Куба и Корея, Россия и Молдова В списке участников было представлено больше десятка стран Многообразие самобытных культур на протяжении нескольких фестивальных дней Артисты презентовали как на сцене ледовой арены, так и на площадках города Участники форума отмечали необыкновенное гостеприимство Бобруйска Наш город иностранцам хочется возвращаться снова и снова Кроме этого гости поставили акцент на отличной организации «Венка дружбы» У каждого из них остались в памяти незабываемой истории и эмоции Побывали в нескольких экскурсиях, освоили ваши достопримечательности Освоили вашу крепость, природу, улыбку встречающихся людей Мы третий раз на вашем фестивале ездим с огромным удовольствием Впечатления только самые восторженные, только самые хорошие Замечательная публика, замечательная организация Очень теплый прием для нас Ответным жестом за подаренное настроение творчества Стало награждение коллективов участников И приглашение на следующий фестиваль «Венок дружбы-2021» Спасибо участникам фестиваля за творчество, вдохновение И несекаемую энергию За то, что были с нами в эти праздничные дни Уверен, мы кидаем вам груз Гости участников фестиваля, оставить в нем частичку своей души А наш город навсегда поселится в их сердцах Яркими событиями лета стали сразу два творческих форума Которые прошли на базе отдыха «Вербки» Это второй республиканский пленэр резчиков по дереву И шестнадцатый международный пленэр по керамике «Арт Жижель» Первое мероприятие собрало на живописном берегу Березины 26 мастеров – работников деревообрабатывающей отрасли страны За звание лучшего боролись как корифеи, так и начинающие резчики Это «Мостов-древ», «Речица-древ» участвует «Новосвержинский лесозавод», «Гомель-древ» Наше предприятие представляет три участника в этом году «Лесхозы», «Мозырский», «Бобруйский», «Эковерпро» в том числе Участники Ну и в этом году тематика «Сказочный лес» За восемь дней умельцы должны были изготовить сюжетные монументальные скульптуры Лучшие из них впоследствии украсили территорию гостиничного комплекса «Фандок» К слову, у руководства предприятия главный организатор и вдохновитель конкурса Что же касается арт-джи, Желетон собрал в этом же месте более двух десятков мастеров по керамике из восьми стран Белоруссии и Бразилии, Болгарии и Египта, Литвы и Молдовы, России и Турции Нынешний пленэр сохранил свой девиз «От традиции к современности через опыт мастерства» Традиционно форум прошел в полевых условиях Участники строили печи, заготавливали дрова, занимались обжигом и творили Всего в этом году керамисты смогли создать 100 уникальных работ Который пополнит коллекцию художественного музея и украсит интерьеры учреждений города У каждого, ну как бы, своя кухня Каждый работает в каком-то своем ключе, в своих принятых нормах и так далее, тому подобное У одного это растянуто по времени, один работает быстро, другой очень медленно Ну это обычное явление И единственное, что нас всегда объединяет, это то, что, значит, обжиги, подготовка к обжигам Те, кто приехал в Бобруйск впервые, оценили уникальность и масштаб международного форума Каждый участник на память об арт Джижале получил сертификат, слова благодарности и приглашения на следующий пленэр Всем участникам хочу сказать огромное слово благодарности за ваше творчество, за ваши идеи, вдохновения, которые вы вносите в свое искусство Я уверен, что именно это начало вашего творчества Я уверен, что мы еще услышим и увидим то, что вы это воплощаете в жизнь 4 августа в Бобруйске открылся еврейский дворик Музей под открытым небом, который стал новой архитектурной жемчужиной города на Березине Расположился он на перекрестке улиц Чангарской и Социалистической Есть в городе такой дворик, где можно прикоснуться к истории, вспомнить эту историю, ну и, конечно, где-то немножко поностальгировать Дорогие друзья, с праздником! Идейный вдохновитель проекта – бобруйский раввин Шауль Хабаба Именно он несколько лет назад загорелся желанием подарить горожанам уникальное место для отдыха с национальным еврейским колоритом Дворик, который открыт для всех и все время, здесь практически кроме ночной времени постоянно он будет открыт Даст возможность людям ознакомиться с тех картинками, которые рассказывает каждый из этого картинка эпизодов еврейской жизни Не заставить себя войти в храм, если бы так назвать, да? Это с одной стороны, с другой стороны мы еще открыли перспективу для гостей за границей В день открытия географию гостей можно было сравнить с фестивальными днями Венка Дружбы В списках Израиль, Англия, США и Беларусь Но приезжие не иностранцы, это бобруйчане, без пометки бывшие Все они активно помогали возрождать еврейское прошлое на малой родине Осень 2019 оказалась не менее культурной С 1 по 6 ноября в городе прошел седьмой фестиваль национальной драматургии Главной площадкой для уникального форума по традиции стал областной театр драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича А скажи мне, деду Любу, чему стало так на свете, что одним дается мало, а другому аж до губы? Эх, хлопка, ну ты б справа, что не ровные люди в свете Отличительная особенность этого фестиваля в том, что он представляет творчество именно белорусских авторов Помогает популяризировать современную и классическую драматургию Расширяет географию ее постановок, позволяет осмыслить и проанализировать существующее положение национальной драматургии и ее место в мировом пространстве театра Это фестиваль, який свечит, что белорусская драматургия иснует Зараз мы с радостью можем сказать, что белорусская драматургия не просто иснует И она потиху завоевывает свет Потому что, когда на минулом фестивале было только 20 заявок на конкурсную программу, выключенных белорусских театров То в этом году было 27 заявок То есть отборочная комиссия имела махчимость выбирать соправду лепшие спектакли В 2019-м на суд профессионального жюри и зрителей было вынесено 10 спектаклей и 9 театров Конкурсная программа носила название «Спектакль театра драмы» Афиша этого фестиваля включала в себя многообразие представлений От классики до современности Это сатирические пьесы, мюзиклы, мифы, мистерии, сюрреалистические постановки и моноспектакли Вне конкурсной программы фестиваля были представлены два спектакля И столько же в рамках творческой лаборатории Такое разнообразие, такие разнообразные коллективы, такая разнообразная тематика Такое проникновение и в человека, и в ситуации, и в сегодняшний день Это очень радостно 2020 год обещает быть не менее интересным и насыщенным И порадовать бобруйчан новыми яркими событиями О том, что это будет, пока оставим в секрете Людмила Любинцева, Дмитрий Шевцов, Андрей Богдан, Максим Галеонко, Бобруйск, 360 Такими были 12 месяцев этого года На этом мы заканчиваем наш выпуск В итогах недели мы встретимся уже в следующем, в 2020 году С вами была Мария Бересневич Счастливого Нового года и Рождества! Субтитры создавал DimaTorzok